Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня наша встреча проходит в период сногсшибательных распродаж 50, 70, 80 и даже 90%. И мы терзаемся. Рисковать, не рисковать, покупать, не покупать. Я скажу однозначно рисковать. Во-первых, риск нивелируется тем, что мы меньше страдаем от того, что меньше платим. Во-вторых, если растение не мертвое, то всегда можно найти способ сохранить его до следующего сезона. Главное учитывать некоторые биологические особенности. И еще отмечу, что мы даже сами того не зная, делая осеннюю, хоть и позднюю, внеурочную посадку, мы тем самым растению даже и помогаем. Потому что осенние посадки правильно сделаны, либо они отправлены в прикоп, то они помогают растению лучше адаптироваться и выйти весною в полном здравии. Не стоит сомневаться вообще нисколько, когда мы приобретаем растение с закрытой корневой системой. И если оно находилось во время продажи и росло на открытом воздухе, то есть где-то находилось оно в питомнике, либо в садовом центре, растение уже постепенно подготовилось к периоду покоя, поэтому мы смело привозим его на наш участок. И даже если нет места готово, мы его отправляем в прикоп. Что такое прикоп? Это посаженное растение, как правило, сажается под наклоном. Иногда это можно не соблюсти, но тем не менее. Под наклоном в 30-45 градусов растение будет, его мы сможем большей массой земли и укровного материала закрыть. Это первое. А второе, если еще уж по всем правилам, сориентировать наш прикоп с севера на юг, тогда оно будет во время солнечных дней освещаться солнцем целый день, и тем самым будет сохраняться там в тепле корневая система. Значит, привезли, прикопали. Если это, например, какие-то кустарники, можно прикапывать все. Даже нужно прикапывать. Это могут быть и древесные, и хвойные плодовые растения, кустарники, полукустарники, многолетники, положили на бочок. Снизу мы положили хвойные лапки. Во-первых, это будет предохранять от погрызов мышами, и будет ему теплее таким образом. И затем засыпаем этим же грунтом, который мы откопали. Затем, после того, как мы прикопали, сразу не засыпаем мульчирующим, утепляющим материалом. А только после того, сделаем дополнительное укрытие мульчированием, после того, как земля промерзнет на 3-4 сантиметра. То есть мы пришли, лопатой тюкнули, схватилась. И тогда укрываем, чтобы было сухо. Канавку, в которую мы сажаем, в траншею, может быть, смотря какого размера растения, какого размера горшки. Если сухо, не было дождей, то мы проливаем канавку, и желательно промочить наш посадочный материал. Засыпаем этой землей. Если вполне себе влажная дождевая погода, то ничего делать и не надо. Но сверху мы уже не поливаем. Ждем заморозков, и потом по сухому мы засыпаем уже сухим укрытым материалом. Это могут быть опилки, листья, лапки, то, что есть. Если опилки или здоровые листья, то сверху, конечно, лучше прижать либо какой-то решеткой, либо ветками, любыми ветками, для того, чтобы их не унесло к весне с вашего места укрытия. Но если вы приобретаете материал в садовом центре, в торговом зале, то вы должны обратить внимание, какова температура. Либо вам поставили с интернет-магазина, и вы не знаете, при каких условиях хранилась. В торговом зале температура будет порядка 18 градусов. Растение продолжает свою вегетацию. У меня есть такая роза. И посмотрите, она еще полностью вегетирует. Листья у нее зеленые. Да, можно было бы оборвать все эти листики и отправить ее со всеми в прикоп. Но тогда ей сделать более усиленное укрытие. То есть на большую глубину сделать подстилочку из какого-то сухого материала, погрузить туда поставить, и сверху организовать ей такой прямо-таки шалашик, чтобы там сохранялась в зоне корней положительная температура. Потому что если оставить, как я оставила у растения голубики, ветки снаружи, то все непременно, эти неодревесневшие части, они обмерзнут. Значит, помните о том, где берете материал, в каком состоянии он находится. Многие сомневаются про луковичные, потому что уж очень заманчивые скидки. Но иногда бывает даже, что земля уже скована морозом, и нам кажется, что все, все сроки упущены. Ведь нам сказали в сентябре-октябре, и чтобы две недели до мороза, чтобы они пустили корешки, мы их сажаем. Сажаем, как я вам показала, очень много различной конфигурации специальных сейчас лоточков. То есть не надо в горшке или в бутылке делать отверстие и пихать ее в землю, а потом в нее растения, луковицы. И различные формы. Они могут быть квадратные, прямоугольные, длинные, короткие, круглые, овальные. Чем хорошо в такие специальные контейнеры сажать? Тем, что мы сейчас их укладываем в то место, где у нас есть. Потом мы можем, ну к тому году мы уже не успеем сделать выгонку луковичных, но при желании к 8 марта мы сможем сделать выгонку, извлечь легко оттуда. И это не помешает нам в весенний период, когда мы начинаем постепенно снимать наше укрытие. Мы увидим, что они проклюнулись. Не повреждая корешков, мы сможем извлечь этот контейнер и посадить в то место, которое нам надо. А затем, таким же образом, не дожидаясь, когда наступит полное отмирание наземной части луковичных, тюльпанов, нарциссов, мы можем оттуда извлечь и отправить в какое-то место, где они будут дозариваться до того момента, когда луковица уже полностью вызреет, когда кончится вегетация наземной части. Вот это выгодные такие варианты. Помните о том, что снег – это лучший укровный материал. Поэтому, если вы приезжаете в зимний период на участок и есть снег, то вы на ваш прикоп можете еще дополнительно набросать снега и тем самым создать такие очень комфортные условия для зимовки. Что мы не будем приобретать сейчас, потому что это будет сопряжено с определенным риском и трудностями, мы не будем приобретать вдруг завалявшиеся где-то луковицы растений или корни клубни, которые цветут либо летом, либо осенью, потому что их, по правилам, надо было бы уже выкопать в эту пору. А теперь очень спорные условия для того, чтобы они сохранились. Хотя и бывает так, что гладиолусы переносят вот такие мучения, и даже при хранении в нужном температурном режиме они дают даже дополнительную дочернюю луковицу. Есть такой, кроме обычного прикопа, есть такой, правда, забытый способ. Он более трудоемкий, более громоздкий, но он крайне надежный. И своего очень-очень дальнего-предальнего детства я помню застала тот момент, когда у бабушки моей было хозяйство, и корнеплоды, картошка, бураки, свекла, то бишь морковка, они хранились в отдельной яме. И так вот было заведено в деревне. Выкапывалась яма глубиною сантиметров, ну даже не сантиметров, а где-то более полутора метров, и туда заколадывались эти припасы. Я не призываю вас копать такие окопы, но можно выкопать, конечно, чтобы по форме она была вытянутая и глубиною сантиметров 60. Допустим, в Беларуси глубина промерзания в самые жесткие периоды, глубина промерзания земли 40 сантиметров. Дно этого вашего сооружения устилается сухим материалом. Конечно, это на возвышение, чтобы там не было никакого подмокания, чтобы туда ничего не заливалось. И сверху потом выставляются растения, либо в горшках, либо с открытой корневой системой. Укрываются сверху лапником, затем засыпаются грунтом, можно это на пленку засыпать, и сверху снова закрываются лапником, либо каким-то... Ну сейчас вот есть такой палочка-выручалочка, спонбонд и другие укрывные материалы. Красивые и дорогостоящие. И вот это вообще, вот такая зимовка, это просто люкс-класс для растений. Поэтому у кого нету возможности в погреб или еще куда-то, можно попробовать такой вариант, и вам это очень понравится. Дуда можно отправлять хризантемы, привитые различные растения, даже можно лимон туда отправить, клубни в таком хранилище. И зимовка будет проходить успешно за счет постоянной температуры на глубине 60 сантиметров, а сверху еще вот это вот, это получится уже порядка метра, поэтому успех вам обеспечен. Приобретайте растения, учитывайте их потребности, и все у вас получится. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.